Извините, что заставил вас ждать. Скажите, как вам Хабаровск? Сензэй, Хабаровскова и как вы сказали? Вы знаете, я уже 23 года назад сюда стал приезжать и приезжал очень часто раньше. Вы знаете, что Кюкшин Карате, в основном, был в Европе, в России. Но я в Украине, в Киеве, в Украине и в Киеве. Русские люди, в Европе, хотели научить Карате. Это было очень сильное. Как вы знаете, Карате здесь, в этих районах, в Советском Союзе, оно пришло из Европы. И вот в 1990 году, это был еще Советский Союз, я приехал в Киев. И там мы 4 дня проводили выступления. И вот показали, так сказать, японское карате. Но там люди были удивлены, все это дело понравилось. И, в общем, с тех пор началось развитие. Я, в 1994 году, был главный Советский Союз. Я стал, с 1994 года, я стал ответственным за весь бывший Советский Союз. Ну, честно говоря, вот, Карате, Киевсин Карате занимались, конечно, по всему Советскому Союзу. Но больше всего людей были в Хабаровске. И тут была хорошая организация, самая сильная. Поэтому я все-таки обращал внимание на Хабаровск именно, потому что люди хорошие. И приезжал, бывало в год, ну, два-три раза, а бывало и пять, и шесть раз в год приезжал. Я считаю, что вот тогда, в то время, значит, Хабаров был центром развития Киевсин по всему бывшему Советскому Союзу. Потому что и люди приезжали сюда учиться из разных городов и стран. Поэтому я считаю, что Хабаровск – центр образования Киевсин Карате. Я уверен полностью, что все-таки новое рождение Киевсин в России, оно родина этого карате именно здесь, в Хабаровске. Я думаю, что почему-то русские любят карате. Я знаю, что в Хабаровске, наверное, тут нет детей, которые Киевсин каратей не занимаются. По-моему, все занимаются, да? И в России, там, ну, Москва и так далее, там тоже очень много людей занимаются каратей. Я думаю, что первый раз, когда я приезжал, значит, тут ребята духом были сильны, но техника абсолютно не владели, поэтому когда они выходили на соревнования, они там вылетали в первых кругах. И тогда я собрал всех руководителей, преподавателей, когда я говорю, ребята, пройдет немного времени, и у вас появится чемпион, чемпион мира. Никто мне не поверил тогда, никто. И еще раз, вы, опять же, не понимаете, что российские, что они не делали, не манесите, и у вас было в России, и у вас было в России. И второй раз я вам сказал, значит, так, ребята, ни в коем случае не копируйте эпохи, вот манеру поведения боя и так далее, не копируйте ни в коем случае. Вы должны сделать свою культуру кюксин карате, российскую культуру кюксин карате. Представляете, это было 23 года назад, и смотрите, я был прав, Россия лучше всего. И здесь появилась российская культура, которую другие страны уже перенять не смогут. В общем, я стал очень рады. Я приехал сюда, у меня тут есть учеников, много моих в хороших отношениях, российские спортсмены поддерживают. Я возвращаюсь в Японию, все директора отделения приходят ко мне, говорят, это из-за тебя что-то такое случилось, что наши японцы проиграли. Я говорю, честно говоря, мне очень приятно, что русские спортсмены выигрывают, и это ученики тех учеников, мои ученики. Мы все равно, что мы все равно, что мы не выбираем, что мы все равно, что мы не выбираем. Конечно, победит сильнее. Это так и должно быть. Я думаю, что будет очень хороший чемпионат, так что, пожалуйста, приходите, болейте за наших спортсменов. Спасибо большое. Мы сегодня встречались с Стив Арнель, приехал к Индомидори. Когда в последний раз вам удавалось пообщаться, встретиться? Это объединение ограничивается только чемпионатом? Или есть еще какая-то другая работа? Не знаю, соглашение о совместных тренировках, перенимать опыт? Я думаю, что это 30-е годы, но это не только день. Такое, что мы не думаем, что у них есть. Но, в последнее время все эти тренировки, это не �bang на голову. Поскольку ты понимаешь и это единственное, чемпионат – это важно. Понимаете, самое первое важное, что мы должны доверие заработать друг другу, значит, в один момент все сделать невозможно, как вы знаете, поэтому малыми шагами нужно идти из движения уже. Вы знаете, люди же все разные, даже в семье, если есть два брата или две сестры. Не может быть же у них, они одинаково думают. Нет, обязательно у каждого есть слово. Но самое важное, это думать.